Здравствуйте! В эфире итоговая программа новостер НТВ Саратов. Сколько в нашей области мест для купания, как правильно вести себя на воде и где ни в коем случае купаться нельзя. На эти и другие темы мы поговорим с гостем нашей студии, начальником отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Пурынзином Эдуардом Алексеевичем. Здравствуйте, Эдуард Алексеевич! Здравствуйте! Пурынзин Эдуард Алексеевич, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области. Родился 12 ноября 1966 года в городе Саратове. Окончил Саратовский машиностроительный техникум. Саратовский государственный технический университет, а также Волжскую государственную академию водного транспорта. Работал на ОАО «СПЗ» – механиком, заместителем начальника цеха по производству. Заведующим ремонтно-механическими мастерскими на плавстройотряде. С февраля 2007 года работает в системе ГИМС МЧС Российской Федерации по Саратовской области. Женат, воспитывает сына и дочь. В нашей области купальный сезон в полном разгаре. Но, как показывает практика, не все саратовцы знают, где и как правильно можно купаться. Расскажите об определенных отведенных зонах и где это можно делать, где это делать нельзя. На сегодняшний день в Саратовской области функционирует 109 пляжей, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Которые освидетельствованы инспекторами ГИМС и признаны годами к эксплуатации в 2015 году. Эдуард Алексеевич, а каким правилам должен отвечать пляж, чтобы на нем можно было и купаться, и отдыхать? Предъявляется ряд требований. Это обследование дна водолазами, чтобы дно было чисто, без всяких там находиться, никаких посторонних предметов. Следующее. Должен быть на пляже обученный, аттестованный матрос-спасатель, который наблюдает закупающимся. Также должен быть оборудованный метапункт. Также границы заплыва должны быть обозначены буями оранжевого цвета. Должны быть установлены стенды с размещением информации по безопасному поведению на воде, по оказанию первой помощи пострадавшим. Также должны быть стенды со средствами спасения. Это спасательный круг, спасательный конец Александрова. Вот вкратце основные требования. Вы сейчас рассказали, что у нас 109 пляжей. Саратская область. А есть ли статистика, сколько несанкционированных, неразрешенных пляжей? Несанкционированных, неразрешенных пляжей у нас в Саратской области практически весь берег водоемов, реки Волга. Есть места несанкционированные, но есть места и запрещенные для купания. В городе Саратове запрещенными местами для купания являются Солярий-Затон, под мостом Саратов-Энгельс, в зоне строительства новой набережной. Это улица Провианская, улица Вольская, также поселок Улиши. Знаменитая бетонка. Бетонка, да. И увек ковш в поселке, куда заходят танкеры для разгрузки. Ну а как вы думаете, почему все-таки настолько притягательны эти запрещенные места? Неужели людям трудно заплатить 50 рублей или 100 рублей за вход, где у тебя будут спасатели, где будет чистый песок, хорошее дно? Все муниципальные пляжи являются бесплатными. Даже так? Да, да. Вообще весь берег Волги, 20-метровая зона, она является зоной общего пользования. За это деньги не берутся. Берутся на пляжах деньги за пользование инвентарем. Шезлонгами, зонтиками. Ну тогда, недоумеваю, почему же все-таки есть бесплатные пляжи, где все хорошо, а люди все-таки по большей части посещают. Посещают те, где опасно. Дело в том, что их очень мало. Муниципальных пляжей всего 14. Это такую нашу большую Саратовскую область. Тут, если в каждом населенном пункте, где есть водоем, будет оборудован подобный пляж, тогда, я полагаю, сможем минимизировать утопление людей при купании. А почему же у нас в нашей области мало муниципальных пляжей? С чем вы как думаете это связано? Это связано, что в первую очередь на какие-то другие нужды выделяются средством. Для организации такого пляжа все-таки необходимы какие-то средства, пусть небольшие, на вложения. Предусмотрены ли штрафы для тех купающихся, которые делают это в неположенных местах? На той же бетонке, в том же затоне? В местах, где купание запрещено, штрафы на сегодняшний день от 500 до 1000 рублей. Это 104 закон Саратовской области. Они увеличены в 2014 году. Раньше они были от 100 до 300. Сейчас от 500 до 1000. И административные комиссии в муниципальных образованиях, в районах, в этом направлении должны работать. Им дано право применять этот закон. А есть ли какая-то статистика, сколько за прошлое, сколько за этот год было оштрафовано людей, сколько денег пошло в региональную казну? Совершенно незначительные цифры. Вот на данный момент, в связи с ростом гибели людей, сейчас этот процесс активизировался. Буквально вчера комиссия такая работала, вот именно в Подмостовом, в Волжском районе. Накануне в Октябрьском районе тоже применялся этот закон и выписывались штрафы. Составлялись протоколы администрации. В Заводском районе также такая работа проводится. В этом году статистика погибших людей на воде весьма печальна. На сегодняшний день кто чаще гибнет и почему? Да, на сегодняшний день у нас 74 человека утонувших по области. На данный период в прошлом году было 40 человек. Это получается у нас значительный рост. Практически в два раза. Из этих 74 человек 4 ребенка утонуло. Тоже как-то все это приводит к тому, что надо усиливать работу в направлении безопасности людей на водных объектах всем службам, которые на этом направлении сконцентрировали свои усилия. Ну а как вы думаете, с чем все-таки чаще всего связаны такие случаи, случаи гибели людей? Первое, это 67% утонувших были в состоянии алкогольного пьянения, купались в запрещенных местах. На тех пляжах, которые у нас 109 зарегистрированы на сегодняшний день в Саратовской области, утонувших на данный момент нет. Это говорит о том, что все-таки надо выбирать для купания оборудованные безопасные пляжи. Ну и конечно же иметь голову на плечах. В первую очередь. Особенно если у нас в статистику в это печально попали еще и дети. Дети, они оказались без присмотра родителей. И вот два ребенка у нас утонули в растительном техническом канале. Вообще не предназначены для этих целей, для купания месте. Это гидротехническое сооружение для орошения отдаленных районов. Совсем недавно Саратовская областная служба спасения решила провести настоящее учение ЧАЭС по спасению утопающего на воде. Давайте посмотрим с вами, Эдуард Алексеевич, как это было. Июльский полдень, знаменитая бетонка. Главное место летнего отдыха у реки для жителей заводского района. И самое народное. В жару здесь собираются до 300 человек. Пляжем, даже диким, это место назвать язык не повернется. Осколки стекла, куски расколотых плит, куча мусора. Но здешние отдыхающие приучены к суровым условиям. Любители поплавать стараются не доставать ногами до дна. Его никто не обследовал. А главной опасностью таких мест – утонуть. Обитателям бетонки наглядно напоминают спасатели. В присутствии отдыхающих отрабатывают схему спасения утопающего. По легенде, молодой человек далеко заплыл и начал захлебываться. В реальности с начала этого купального сезона в водоемах Саратовской области погибли 38 человек. Достигнут антирекорд четверо утонувших за сутки. Но бетонку и этим не проймешь. Кто вам сказал, что здесь утонувшие? Я не слышала ни разу. Вот сколько хожу, ни разу не слышала, чтобы здесь кто-то утонул. Люди в данных местах находятся, как я уже сказал, в бесконтрольном состоянии. Злоупотребляют алкогольными напитками. Аномальная жара, которая стояла до недавнего времени, способствует тому, что люди получают тепловые удары. Люди не справляются с водной стихией. У нас в этом году был жуткий случай, когда на глазах у детей утонула мать, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Жители центра города облюбовали дикий пляж под автомобильным мостом Саратов-Энгельс. Он лишь издалека выглядит привлекательно. Песочек, пологий спуск в воду. Но вблизи торчащая арматура и плавающий в рязке бытовой мусор. Но народ готов терпеть ради географической близости этого места. Жарко на улице, нам хочется помочиться. Куда нам идти? Мы с малышом не можем ехать на дальнее расстояние, поэтому сюда. Он у меня в тапочках, смотрите, мы ножки обезопасили, поэтому я не думаю, что что-то страшное случится. Сегодня в Саратове шесть крупных несанкционированных мест отдыха у воды. В поселках Престанное и Юриш. У железнодорожного моста люди не боятся плавать рядом с танкерами. В таких местах нет постов спасателей. Так что к тонущему человеку подмога может просто не успеть. Но у Лиши службе спасения ехать пять минут. В Престанное в четыре раза дольше. Эдуард Алексеевич, расскажите, какие Ваши службы проводят профилактические мероприятия, связанные непосредственно со спасением, может быть, жизнью людей? Очень большая работа ведется с детьми, особенно в купальный период. Так называемые дни МЧС. Это собирается совместно Главное управление МЧС по Саратовской области, областная служба спасения. И совместно демонстрирует в детских оздоровительных лагерях безопасное поведение. В нашем случае безопасное поведение на воде. Инспектора выезжают, демонстрируют средства спасения, как ими правильно пользоваться. Все это доводится до детей. Также совместно с администрацией детских оздоровительных лагерей проводится обучение детей плавать. Инструктаж, методики, все это доводится. Также в школах перед началом каникул с родителями, с детьми, инспектора выезжают, проводят так называемые обучающие лекции, носящие профилактический характер, об безопасном поведении детей и людей на воде. – Эдуард Алексеевич, каждый, кто хоть раз был на пляже, на хорошем, красивом нашем пляже, видели немалое количество аттракционов, которые есть даже непосредственно на воде. А вообще это законный вид деятельности? – Вид деятельности, он законный. Нарушение заключается в чем? Что эти буксируемые надувные средства должны эксплуатироваться в определенном районе плавания, который не допускает их эксплуатации в местах массового выхода людей на воду или находящихся у воды массовой. Скажем, в Солярии и Затон у нас массовые люди находят массовое скопление людей у воды, несмотря на то, что там купание запрещено. Соответственно, эксплуатировать данный вид аттракциона там запрещено. Штраф от 500 до 1000 рублей – это нарушение района плавания для судоводителей, которые осуществляют буксировку надувных средств. – Как вы считаете, штрафы подействуют на владельцев аттракционов? Ведь за один раз перевозчик может прокатить на банане до 6 человек, а это по 300 рублей с персоны. Подействуют ли такие меры на закрытие аттракционов? – В отношении предпринимателей принимать такие меры, налагать штраф за каждый выезд в 1000 рублей, я думаю, он задумается и закроет свой аттракцион и перенесет в другое место. – Станет нерентабельным, да? – Полагаю, да. – Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем саратовцам, чтобы предостеречь их от чрезвычайных ситуаций на воде. – Хотелось бы предостеречь жителей города Саратова, Саратовской области от купания в местах, в которых купание запрещено, в необорудованных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не подходить к воде, употребив алкоголь. Также вести постоянное наблюдение за тетьми, которые находятся у воды, ни на секунду не пускать их из виду. И соблюдать правила поведения на воде. – Ну и, конечно, купаться только в положенных местах. – Купаться только в отведенных местах, на пляжах, где организовано безопасное купание. – Спасибо большое, Эдуард Алексеевич. До свидания. – До свидания. – А я напоминаю, что гостем нашей студии был начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Пурынзин Эдуард Алексеевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова